Я суперэлитный ниндзя, и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько моё имя. Семнадцатая часть. — Рин, я хочу тебе сказать один секрет насчёт Наруто. — И какой же? — спросила Рин, медленно идя в сторону Академии. — Обещаю, что ты никому не расскажешь, особенно ему самому. — Обещаю. Я видела этого мальчика пару раз, но не знала, кто он. Он всегда ходил таким, подавленным что ли. Но сейчас он меняется, я видела его недавно. Он стал больше улыбаться, и хочу знать про него больше. — Эх, хорошо. Начнём издалека. — Ты же знаешь, что произошло 10 октября? Девятихвост выбрался из печати, но третий Хокаге смог запечатать его в сироту, ценную собственной жизни. Так вот, на самом деле это не вовсе сирота какая-то. Он сын нашего сэнсэя. Он и есть тот самый старший сын по имени Наруто. Он их сын. Кушина, когда узнала это пять лет назад, чуть не убила его за это. И с того самого дня они пытаются найти общий язык с ним. — Но как? Зачем сэнсэй это сделал? Он столько лет страдал от жителей деревни, и получается это всё из-за него? Это отвратительно, паршиво, ужасно. Если он это узнает, он покочит с собой. Бедный мальчик. — Прокомментировала Рин. — Я понимаю, что ты чувствуешь, поэтому я надеюсь, что ты сможешь с ним наладить общий язык. Сказал Какаши, открывая дверь в Академию. — Разумеется, я позабочусь о Наруто. Я буду для него такой же поддержкой, как я стала для тебя, Какаши. Поцеловав его в щёку, сказал Рин. — Ты и Обито помогали. Жаль, что его нет с нами. Обито, вот и я взял к себе детишек. — Я буду их учить тому, чему ты учил меня, Обито. Смотрев подолок Академии, медленно сказал Какаши. — Минато, ты, конечно, конченый кретин. О чём ты только думаешь? Дверь в кабинет открывается, и в класс заходят наставники команды 7 и 6. Наруто узнал одного из них. Это был лидер отряда, или же Пёс Сан. А вот другой он не узнал, и слышал про неё многое. И наследие Цунады. И самое сильное Кунаичи. Герой, спасший десятками людей жизни. Когда напал Кьюби Нохара Рин. — Здравствуйте, детишки. Давайте познакомимся на крыше. А то здесь жарко. Это касается обоих команд, если что. По-доброму улыбнулась Рин, заставляя покраснеть Менму. Наставники исчезли в вихре листьев. Их, к примеру, поступили и все остальные, кроме Сакуры. На артаже исчез эффектнее всех. Он исчез в синей вспышке молнии. Словно он применил технику Хирайшин. Наставники крайне сильно удивились их навыкам. Но, в принципе, чего стоило ждать от детей Хакаги и главы клана Учиха. Они все могли сдать экзамены экстерном еще на третьем курсе. Но так надо было. Во-первых, в классе много будущих потенциальных глав кланов. Им надо наладить контакт между собой. — Блин, не оставляйте меня так одну. Это вообще-то обидно, может быть. Быстро дыша, тем самым набирая кислород, сказала Сакура. — Ну что же, раз все тут, то можно начинать. Пусть, думаю, начнет команда номер 7. Всегда улыбаясь, — говорил Арин. — Начнем с единственной девочки в вашей команде, — добавил Арин. — А могли бы вы сначала представиться, а мы повторим за вами? — Подал я идею с Ацки. — Хорошо. Я Хатаки Какаши. Мне 26 лет. Я люблю деревню Хакаги и Рин. Не люблю выпендрежников. Цели и мечты не скажу. Я Нахара Рин. Мне 25 лет. Я люблю много чего. Люблю деревню, друзей, Хакаги. Из еды я люблю все сладкое. Не люблю... Не люблю я тех, кто не сдержит свое слово. Да, точно. Если ты дал слово, то будь добр выполнить его. Хочется на собственной жизни. Цель — сделать из вас хороших шиноби. Мечта не скажу. И да. Какаши любит всякие извращенские книжки. Начала смеяться она. Смотря на обиженный взгляд Какаши, в котором читалась. И зачем? Я хотел быть крутым в их глазах. Я Учиха Сацки. Мне 11. Я не люблю Сацки. Он всегда тем не менее тучи. Люблю же я своего самого старшего брата Итачи. Он очень добрый и сильный. Он многому меня научил. Научил, что шиноби поодиночке слабый. Говорит, что неважно, гений ты есть, ли у тебя талант. Ведь это никогда не победит. Одно важное качество — это упорство. Еще я люблю одного человека. Моя цель, чтобы этот человек заметил мои чувства. Мечта неизменна. Стать первой Хакаги-женщиной. И тем более первой из Учих. Тогда меня все зауважают. Хотя, скорее, это была моя цель все же. Интересно, сказал Какаши. Теперь ты. Указал пальцем на Менму. Я на Микадзе Менма. Мне 12. Я люблю своего друга. Детство. Саски. Мы с ним соперники. Хоть недавно начали и ссориться. Перешел уже на немного грустный тон. Но быстро вернул эдакого весельчака. А я еще люблю свою младшую сестру, Ами. Еще люблю Рамен. Мало что не люблю. Моя цель — стать Хакаги. И защищать свою младшую сестренку. Мечта, чтобы наступил мир во всем мире. Теперь ты. Показал пальцем на Саски. Я Учиха Саски. Мне 12. Я мало что люблю. Только своего друга. Детство. Менму. Не люблю я старшего брата и младшую сестру. Отец и мать. Только их и замечают. Как и весь клан. А про меня словно забыли. С токсичностью говорил Саски. Мечта для детишек у меня же есть. Вполне реальная. Превзойти своего старшего брата, Итачи. И заслужить уважение у отца. Чтобы он наконец-то признал меня. И перестал сравнивать с Итачи. Саски Кун. Ты такой крутой. Но почему с этим Наруто? Интересно у меня команда. Одна любит сына Хакаги Наруто. И ненавидит своего среднего брата, Саски. Но при этом любит Итачи. Менму же дружит с Саски детство. Но они стали отдаляться, судя по всему. Но теперь они в полной команде. Так или иначе, они словно будут вместе. Дело времени. А еще Менму любит Сакру, которая любит в свою очередь Саски. Да, в свою очередь ненавидит Наруто. Который в ту же очередь, по-моему, увлекается дочерью Хакаги. То есть своей родной сестрой. И Ами, и Сацуки, тоже подруги детства. Боже правы. Это какой-то дурдом. Куда я попал? Пронеслось в мыслях у Какаши. Мда, Какаши. Интересная у нас команда. Словно читая мысли, произнесла Рин. И не говори. Соглашайся с ней, сказал Какаши. Хорошо, теперь начнем опять с девочек. А именно с Сакуры. Сакура, давай. Я Харуна Сакура, мне 12 лет. Я люблю своих родителей. И мне нравится Саски Кун. Не люблю этого демона. Знаете, Наруто жалкий выскочка. Который в бою испугается и будет прятаться за спинами товарищей. Хм. Цель стать лучшей Кунаичи. Мечты нет. Ну что же, я помогу тебе в своей мечте. Давай, Ами, теперь ты. Перевела взгляд Рин на Ами. Узумаги Ами. Хотя и дочка Хакаги. Но во мне больше генов Узумаги. Мне 11 лет. Я люблю деревню, семью и еще кого-то. Взглянула немного на Наруто. Не люблю Сакуру. Она сама только и знает теорию. А в практике полный ноль. И чакры у нее сгулькин нос. И она постоянно истерит. И просто почти постоянно кричит. Саски Кун, Саски Кун. Бесит. Уже начала переходить на крик, что поделать. Гены Узумаги они такие. Хм. Солистать хорошей Кунаичи. И возродить свой клан. Так скажем, попуализировать его. Мечты в принципе тоже нет. Хм. Обиженно отвернулась она от своей команды. Интересная у тебя цель Мичан. Теперь последняя. Узумаги Наруто. Пожалуйста. Указала пальцем на Наруто. Рин. Я Узумаги Наруто. Мне 12. Я люблю тех, кто любит меня в ответ. Я уважаю тех, кто уважает меня в ответ. Но все же я очень люблю Рамен. Ненавижу я тех, кто собственно ненавидит меня. Также меня бесит эта истеричка по имени Сакура. Моя цель мечта... Ммм. Называйте как хотите. Стать Хакаги. И привести деревню в порядок. Ну, если вы так хотите к процветанию. Это можно сделать лишь одним способом. Очистить Каноху от всех лицемерных и двуличных мразей. От уродов и подонков. Да, я так считаю. А также хочу, чтобы наконец мир настал во всем мире. Но как говорится, чтобы везде был мир, нужно начать с себя. Поэтому я и хочу очистить Каноху от этой грязи. С очень серьезным взглядом, сказал Наруто. Хорошая цель, Наруто. Но знай, убивать плохо. Попробуй переубедить. Ведь убийство порождает боль в сердцах других людей. А боль в свою очередь порождает ненависть. А она поражает еще большую ненависть. Это замкнутый круг, который очень сложно разорвать. С таким же серьезным видом, сказал Арин. Ее слова действительно заставили задуматься Наруто. Но неожиданно, подал голос Какаши. Пока что вы еще все генины. Вам нужно сдать тест наставников джоунинов. У каждого он особенный. Команда номер 7 и 6 вы будете проходить совместный тест. Знаете, и четверти из вас могут не пройти. Завтрак 5.00 на седьмом полигоне. Жду вас. После этих слов оба наставника исчезли, оставляя генинов. Когда наставники исчезли, оставляя команду 6 и 7. Наруто стал думать, какой приблизительно будет тест. Узумаки знал, что команды всегда состоят по такой схеме. Три генина и один наставник джоунин. Насчет того, что могут ли заменить слабых на более сильных. Вот в чем стоял вопрос. И поэтому Наруто думал, что кого-то действительно могут отправить обратно в академию. Храма, ты не знаешь, какой приблизительно будет тест? Зарычал лис, вспоминая проведенные дни внутри Кушины. Насколько я знаю, это старая традиция Канохи. Надо попробовать отнять колокольчики у своих наставников. И упор делается на командную работу. Нужно показать четкие и сложные действия со своей командой. Спасибо, Курама, ты выручил меня. Народ! Подал голос Наруто, когда уже все действительно начали уходить. Чего тебе еще, а? Демон. С превосходством в глазах сказал Саске. Я кажется знаю, кем будет наш тест. Не перебивайте, мы должны показать нашу командную работу, а не наши отдельные способности. Хм, ну и бред. Коротко отозвался Саске. Пойдемте, Менма, Саске. Хорошо, старший брат. И вот вроде бы она поняла, что Наруто прав. Как и Менма. Но они решили, что лучше так сказать. Плыть по течению. Ами, Сакура, хотя бы вы? Я пойду с Саске Куном. С тобой все равно я не буду работать вместе, ты мне противен. Я согласна. Подала голос Ами. А толку? Мы вдвоем и пальцем не сможем коснуться до колокольчиков. А с учетом того, что Ирин Сан, это вдвойне хуже для нас, я тогда тоже пойду. Надо хорошенько подготовиться. Хорошо, Нарто, удачи. А, и кстати, у Какаши Сенсея есть привычка опаздывать. А значит наш Сенсей придет вместе с ним. Можешь спокойно к 8 подходить к полигону. Дал совет Нарто, так как знал Какаши. Ага, я пойду домой. Удачи тебе, Нарто-кун. Нарто просто помахал рукой, стоя спиной и исчез. А потом с крыши исчезла Исамаами. Нарто решил сделать себе выходной перед сложным боем. И пошел домой отсыпаться и набираться сил и духом. Было уже давно за 11 часов вечера. Нарто понял, что все-таки стоит подготовить полигон под предстоящую битву. Открыв калитку полигона и зайдя туда, Нарто оглядел местность. 40 минут спустя. Фух, вроде этого должно хватить. Это будет моя последняя надежда на победу. Надеюсь, у меня получится побить Какаши Сенсея. Или хотя бы отнять колокольчики. Нарто покинул полигон и направлялся в сторону дома. Придя, он принял душ и лег спать. Небо было красным, а черные тучи пролетали очень быстро и неестественно. С неба сыпались черные вороньи перья. Нарто смотрел на большой широкий дуб, мертвые сухие ветки. А на ветках дерева можно было увидеть повешенных шиноби. Их гнилые и искаженные тела пугали Нарто. Их медленно поедали личинки, а их ноги качались из стороны в сторону. Виной был холодный резкий до костей воздух. Он так и пах смертью. На ветках дерева были разбросаны различные органы. В основном это были кишки, что отдаленно напоминает наряженную елку. Крупные вороны сидели на дереве и поедали человеческое гнилое мясо. Нарто крайне не хотел туда подходить. Но его что звало туда? Он почти что не мог сопротивляться, почти подойдя к дереву. Но обратил внимание на труп, что лежал почти у самого его основания. А дерево это и вовсе оказалось не деревом. Это были скреплены между собой черные отгнили трупы. Из них так и выходила какая-то черная субстанция. Тот труп по основанию был телом, той, кому он поклялся защищать. И сохший труп, что был без глаз, зубов и носа. На нем была серо-черная кожа. Настолько худой был труп, что из-под кожи были видны черный как смоль кости. Как он понял, это была она. А яка? На этом трупе была ее одежда. В тот злополучный день на ней было одето белое платье. Но сейчас оно было разорвано. И от прежнего цвета не осталось и миллиметра ткани. Все было в ее крови. Вдруг послышалось, как внутри дерева гремят цепи. Этот звук пугал. Да чертиков пугал. Настолько, что сердце замерло, как и все тело. Вдруг все трупы открыли рты. И медленно, загробным голосом проговорили. Ты променял наши жизни на силу. Ты принес нас в жертву ради силы. Ты убил близких тебе людей ради силы. Так получишь ее. Под конец они все закричали. Нарта не мог говорить. Если бы мог, он бы точно кричал от страха. От такого вида у него потекли слезы. Животный страх взял верх над ним. Труп Аяки. Схватил Нарта за горло. И стал душить с большой силой. Нарта мог только лишь и хрипеть. Пошевелиться было крайне сложно, пока не стало еще хуже. Из дерева на огромной скорости вырвалось пять темно-синих цепей. Каждая ввязала руки и ноги. А пятая портнула его сердце насквозь. Нарта сразу же харкнул кровью. Эти цепи моментально начали затягивать Нарта вглубь дерева. Вороны то и делали, что кружились над деревом и каркали. Оставалось же почти совсем чуть-чуть. Нарта уже наполовину затянула вглубь дерева. Стоял сильный запах гнили. Набрав побольше воздуха, в легкие его полностью засосало вглубь дерева. Где он чувствовал, как его разрывают. Руки и ноги. Он чувствовал так, как будто все взаправду. Боль стояла адская. А! 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 Что? Что это было? Наконец ты тут! Что с тобой произошло, а, Наруто? Спросил встревоженно Курама. Ты сейчас просто в никуда поглотил. Больше половины моей чакры. Я сначала думал, что что-то произошло, но не мог понять, что именно. Моментальная совязь. Ничего не показывала. Только один большой страх. Не было ничего, слышно или видно. Никаких запахов. Но ты испытывал такой сильный страх, что даже я начал бояться. А самое главное, ты использовал совсем другую чакру. Более мощная, плотная и ужасная. Это твои цепи? Их силы меня пугают, Наруто. Они крайне могущественны. Но в чем подвох? Каждая сила имеет свою цену. Их цена... Медленно по слогам проговорил Наруто. Не отойдя еще от шока. Цена этой силы равняется жизнь других людей. Цепи, что пожирают чужие жизни, наделяя меня силой. Цепи, чревоугодия и обжорство. Наруто коснулся своих губ, что потрескались и были сухими. Но почувствовал на них что-то мокрое. Посмотрев на пальцы, это была кровь. Поспал, называется. Уже пора идти. Проходить этот тупой тест. Эх, ладно. Все равно ничего не смогу сделать. Наруто еще не отошел от своего сна. И поэтому он медленно шел по квартире. Только теплый и приятный душ помог ему немного отойти от происходящего. Особенно вспоминая тот холод, что отдавал смертью, а воздух гнилью. Выйдя на улицу, Наруто увидел, что солнце уже давно освещает всю деревню. И все занимаются своими житейскими делами. Открыв калитку, его встретили. Несколько недовольных взглядов. Это была его команда, что сегодня вместе с ним должна была проходить очень и очень важный тест, который решит их будущую судьбу. Продолжение следует. Поставь лайк, подпишись и нажми на колокольчик. Напиши свой комментарий и не забывай залетать в группу ВК и деревню Шиноби в дискорд сервере. Ссылки в описании. А с вами был, как всегда, Ганзи. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Еще услышимся.